Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Абсурд ДимаTorzok в Печерском суде, когда белый называется черным, зеленый называется черным, потом все это вписывается в протокол, в вирок, и после этого этот вирок остается в силе апелляционным судом. Весь свят криком кричит, что это політизация нормальных решений премьер-министра, а Янукович говорит, что нет, мы будем это решение выполнять. Решение Европейского суда мы не будем выполнять, а это решение мы будем выполнять, потому что его принял самый справедливый суд Кирея, потому что я так хочу, как Янукович. Пане Сергею, 28 часа крайний термін, сколько томов справа Вы уже встигли вивчити? Ну, Вы знаете, это вопрос достаточно сложное, я Вам скажу, что мы встигли проанализовать материалы, которые находятся в 25 томах, но при этом это достаточно сложная, поверьте, работа. В материалах справа, если я не помиляюсь, большая количество экспертиз, большая количество экспертиз, большая количество допитов, близко 140 протоколов допитов лише. В материалах справа, которые нужно изучить, которые нужно совместить между собой, которые нужно проверить, так бы, условно, которые нужно проанализировать, с точки зрения логичности их складания и так далее. Это величезный объект работы, который нам не дают нормально работать. Искажите, пожалуйста, правда, что в Украинской колонии Качаневской пробуждение значит, Тимошенко стати чи то бригадиром, чи то дневальным, аби не працювати фізично, але и керувати такому. Вы знаете, Юлия Володимировна працює головой политической партии Всеукраинское объединение Батьковщина, и она будет продолжать працювать на этой посаде. Все другие посады я рекомендую занять Януковичу, Бойко, Хорошковскому. И последним бригадиром может працювать кто-то из колонии у них. Я, честно говоря, мне про это ничего не знаю, но я не хочу комментировать абсурд. И еще правильно я понял, что сегодня уже керениство колонии, как бы и медики, говорят про то, что некоторые процедуры они могут делать по-за стаинах, в стационаре. Мова идет про то, что, ну, вы знаете, они сначала спростовывали очевидные вещи. Сейчас они должны признать частково эти вещи. Но мы ждем, когда все-таки разум включится, и они признают абсолютно очевидные вещи, что неможливо, я еще раз подкреслю, соответственно, к висновке немецких лекарей, лечение Тимошенко, в связи с тем, что она не получила належной медической помощи с 5 листопада, лечение Тимошенко, это сложное и многофункциональное, и может быть сделано лишь в условиях стационару специализированной клиники. Все інше от лукавого. И дальше придумывать и говорить, что мы тут стягнем все обладнание, все обладнание, все обладнание, и только поэтому Качаневская колония перетворится на стационар специализированной медической клиники, это абсурдная конструкция. Но именно такую конструкцию делают спробу навязать лекарям пенитенциальности системы. Именно те лекарства, которые полчаса доказали, что Тимошенко вообще идеально здоровый, что ей нужно немного физкультури, немного больше физкультури, но она идеально здоровый человек. Вот они сначала говорили так, сейчас они говорят как-то по-индругому, но от этого ситуация не меняется. Они могут собрать все обладнания в лапках Тимошенко и скеровать их куда угодно. А если они не выполняют этот приказ? Эту конвенцию наблюдает Комитет Министров Ради Европы. Цей орган несет ответственность и следует выполнение любого решения Европейского Суда. За невиконание решения Европейского Суда до государства Комитет Министров Ради Европы могут быть использованы соответствующие 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 решения Европейского Суда. В какие сроки должны быть выполнены решения Европейского Суда? Негайно. Оскільки это решение Европейского Суда, принято в рамках правила 39 регламенту Европейского Суда, оно подходит негайному выполнению. Чему же уряд Украины оскаржится? Ні. В цей частині оскарження немає. До речі, я ще раз хочу підкреслити, що аналіз ситуации, аналіз практики Европейского Суда по застосованию 39 правила регламенту говорить про те, що це правило застосовується в одному єдиному випадку, коли є реальна загроза життю людини. Что значит соответствующие санкции? Це достатньо широкий спектр юридичного, економічного і політичного впливу на державу-порушника. Тобто політичний і економічний. Це достатньо широкий спектр заходів, який буде визначений комітетом міністрів Ради Єври. Який може бути визначений комітетом міністрів Ради Єври. Спасибо. Пане Сергею, а як реагуєте на те, що послати, аби не пустили сюди? Ну, це є найди. Друзі, ми дякуємо Сергею Плахенкову. Ми дякуємо мужчину на фору-диві. Ми дякуємо дякуємо жіння. Юра, ми з тобою! Жура, ми з тобою! Юра, ми з тобою! Украина, вне стихотечнице, внести, мы все должны его, чтобы замаскувать те сводчины, которые сегодня чинятся в руках украинской опозиции. Замаскувать власть стоянных сил и политических язн. Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду с Украины геть! Це найголовніше! Мы составляем всю Украину. Украина от края до края. Мы с вами тут для того, чтобы не слышала вся Европа, весь мир. Наша лидерна сама. Наша лидерство с ее Украиной. Юля, мы с тобой. 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 Юля, мы с тобой.